Друзья, всем большой привет! С вами Настя и вы на канале Тоскана Бэкс. Как вы знаете, в Тоскана Бэкс есть не только сумки, но и аксессуары. Ремни, монетницы, цепочки и многое другое. И, конечно же, главный аксессуар, который дополняет наши сумки, это кошелек. И у нас как раз огромное поступление. Давайте скорее смотреть. Начать я хочу вот с такой модели из гладкой кожи. Я выбрала ее в бордовом цвете, но цвета есть разные в ассортименте. Итак, посмотрим этот кошелек внутри. Закрывается он тоже на кнопку. Есть места для карточек с обеих сторон. И внутри также несколько отделений. Есть два отделения для купюр. Купюра здесь тоже не мнется. Вот такой карман в одном из отделений в виде сеточки. И также есть отдел для мелочи. Он закрывается на молнию. И вот здесь сзади есть еще и потайное отделение. Оно открытого типа, но оно такое плоское и практически незаметное. С внешней стороны кошелек гладкий. Карманов на молнии нет. Но есть такое же потайное отделение на задней стенке. Этот кошелек среднего размера. Вот для сравнения он вместе с карточкой. Следующая модель. Также цвета есть абсолютно разные. Но я решила вам показать вот в таком темно-фиолетовом цвете. Итак, открываем кошелек. Здесь застежка на кнопку. И мы сразу же видим достаточно много отделений для карт. Очень удобно. Давайте посмотрим, какие отделения есть внутри. Одно из них выглядит вот так. И в нем есть дополнительный карман на молнии. Для чего-то очень ценного. Здесь также есть отделение для купюр. Я специально положила одно из них сюда, чтобы вы оценили, как она здесь лежит. Не мнется. Это важно. И также здесь вот такой карман в виде сеточки. Еще один карман. Он на молнии. Располагается с передней части кошелька. И в него можно положить монеты. Он такой двойной. Закрываем. И с внешней части кошелек абсолютно гладкий. Но здесь есть вот такое потайное отделение открытого типа. Очень необычный цвет. Также кошелек выполнен из гладкой кожи. И, кстати, по размеру он чуть крупнее, чем предыдущий. Сравним его с карточкой. Вот так, чуть-чуть побольше. Итак, следующий кошелек. На этот раз из зернистой кожи. Очень красивый рыжий цвет. Он отлично сочетается с нашими сумками из зернистой кожи. Совпадает по цвету. Можно выбрать сочетание тон в тон. Или, например, подобрать контрастное. Будет смотреться очень интересно. Я представляю сумкой голубого цвета. Мне кажется, будет здорово. Так, открываем кошелек. Одно из отделений закрывается на кнопку. Внутри оно выглядит вот так. Мы сразу с вами выпадаем в достаточно большой отсек для карточек. Здесь есть вот такие более длинные отделения. Можно хранить здесь купюры или какие-то документы. Отделение для купюр выглядит вот так. И обратите внимание, что купюры здесь находятся достаточно глубоко. И при этом складывается буквально напополам. Выглядит это все вот так. Снаружи у этой модели есть еще одно отделение. Оно закрывается на молнию. И оно двойное. Выглядит вот так. Можно хранить купюру в сложенном виде. Или мелкие деньги. Итак, оценим размер. Вот как кошелек смотрится на фоне обычной карточки. И еще одна модель, которая выполнена из зернистой кожи. Тоже почему-то приглянулась мне именно в рыжем цвете. Заглянем потом внутрь. Там очень интересное наполнение. Сравним с карточкой. Этот кошелек намного меньше. Подойдет даже для самых миниатюрных сумок. Итак, открываем основное отделение. Оно закрывается на кнопку. И только посмотрите, какое оно яркое внутри. Здесь несколько видов кожи. И также текстильные материалы. Сразу видим, куда мы можем убрать карты. Небольшие документы. Например, права. Здесь также отделение для карт. И еще одно отделение открытого типа с сеточкой. Вот здесь сбоку находится отделение для купюр. Купюра здесь также складывается напополам. Выглядит это вот так. И сзади у этой модели есть еще одно отделение. Оно закрывается на молнию. Сюда также можно сложить карты или монеты. Следующую модель захотела показать вам в сравнении. Они немного отличаются по наполнению и также по форме. Вот это цвета тауп более вытянутая и немножечко пониже. Итак, открываем первое отделение. Закрывается оно на кнопку. И внутри выглядит вот так. Этот кошелек более лаконичный внутри. Здесь также есть отделение для карт. Вот такие карманы для записок или для документов. Также есть вот такой карман с сеточкой. И купюры здесь хранятся вот в таком отделении. Обратите внимание, что здесь купюры складываются уже в три раза. Сейчас мы ее сложим. Выглядит вот так. И с внешней стороны есть еще одно отделение, которое закрывается на молнию. Также для карт или для монет. Тоже из серии аккуратных кошельков, которые легко поместятся в любую сумку. Мы с вами, кстати, в конце этого ролика обязательно проведем тест-драйв. Возьмем наши небольшие модели сумок и попробуем поместить в них эти кошельки. Похожая на предыдущую модель, но на этот раз выполненная из гладкой кожи. Имеет слегка глинцеватый эффект. Открываем первое отделение. Закрывается оно на кнопку. И внутри несколько отсеков для карточек. И также можно использовать для каких-то документов. Например, водительских прав. Также есть отделение для банкноты. Оно единое. И купюры здесь складываются в три раза. Выглядит вот так. У этого кошелька есть еще одно отделение. Оно закрывается на молнию. Кладем сюда карточки или монетки. Также в наличии есть разные цвета. Я решила выбрать вот такую черную классику. Сравниваем с карточкой. Очень аккуратный кошелек. И следующая модель самая миниатюрная в нашем ассортименте. Мне кажется, такой кошелек подойдет даже тем, кто не любит носить сумки, а носит деньги. В данном случае в кошельке, в заднем кармане или просто в кармане брюк. Вот так он выглядит по сравнению с карточкой. Давайте заглянем внутрь. Итак, открываем кошелек. Закрывается он на молнию. Внутри достаточно много отделений для карточек. И два отсека для банкнот. Банкноты здесь складываются в три части. Вот так. И на задней стенке есть вот такой небольшой карман. Он закрывается на молнию. Итак, для нашего эксперимента я выбрала вот такую небольшую сумку. Как я часто говорю в наших роликах, она может выполнять роль и вечерней. Например, вот на таком коротком ремешке. И также роль повседневной. В комплекте у нее есть ремень для формата кроссбоди. Давайте сравним ее с размером карточки. Можно заметить, что она совсем небольшая. Также у нее есть специальные ножки. И это тоже немного уменьшает сам размер сумки. Итак, вспоминаем модели, которые были у нас в этом ролике. Первый и самый масштабный кошелек не помещается в эту сумку. По длине, ну я думаю, в этом даже особо нет смысла. Потому что если этот кошелек мы туда все-таки засунем, то в сумке просто-напросто не останется места. Так что эта модель подойдет тем, кто любит действительно вместительные и объемные сумки. Следующие две модели из гладкой и зернистой кожи, более аккуратные. И в эту сумку они отлично помещаются. Правда, занимают практически половину места в этой модели. Далее у нас идут два кошелька, тоже из зернистой кожи, но уже формата поменьше. И вот они, на мой взгляд, идеально подходят для этой сумки. Смотрите, помещаются и места остается достаточно много. Так что если вы любите такие небольшие и аккуратные сумки, то обратите внимание вот на такие компактные кошельки. Ну и следующая пара моделей, вот этот из гладкой глянцевой кожи и вот этот из матовой, тоже помещаются сюда идеально. Место остается с запасом. В общем, на шопинг за стильными и удобными сумками, а также аксессуарами, приглашаем вас в Toscanabex. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у нашего менеджера или на сайте. Кстати, на сайте также доступен полный каталог наших моделей. Все заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть хотя бы одна сумка по полной стоимости. Ну и на этом у меня все. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какого размера сумки и, соответственно, кошельки любите носить вы. А может быть, вы носите просто карт-холдеры. Будет очень интересно узнать.